Вчера вас здесь видеть, сегодня вас чуть поменьше, может быть я тему какую-то не предложил, непонятную, но мне показалось, что в вашем клубе такая супер интеллектуальная публика, в которой просто рассказать про какой-то персонаж, это я и по радио делаю, вот в эту субботу ближайшую должен быть гендер 7-й Тюдор, очень любопытно, очень, у меня каких-то там гендерков не было, 6-й был, 9-й был, а вот как-то 7-й у нас проскочил, то есть займемся мы, почему нет, и я сегодня предложила тему, которая не заманивает персоной, что это вот кто-то у нас или злодей, или светлая личность, а я предложила поделиться с вами, ну можно сказать, очень заветно, заветно, итогами, так сказать, долгих и мучительных раздумий и изысканий, мы все меняются на протяжении жизни, но на самом деле загадка эпохи Средневековья, что такое вообще Средневековье, что такое это странное понятие, знаете, здесь очень насырковато, обведем элемент стерилизма, на лекции, в мои годы, очень увлекательно, телевидение учит, я их все уже могу повторить, не замысловато, научить чему-нибудь другому сложнее, а это не замысловато. Так вот, я предложила тему, которая, вероятно, прозвучала излишне академично, хотя я ввела туда не академический элемент, что такое Средневека в научном и народном понимании, и есть, по-моему, вообще, есть много пониманий Средневековья, но есть научная эпоха историческая, о которой я сейчас скажу, и есть народная, как часто мы говорим, это просто Средневековье какое-то, как бы сказав что-то ужасное, что было только в Средневеках, что, например, кого-нибудь казнили, ну это же Средневековье какое-то, оно с нами, и казнят, и травят, человечество мало меняется, я уже об этом здесь говорил, но вот на примере этих двух видений Средневековья, я хотела эту тему предложить затронуться, может быть, она покажется несколько академичной, но заодно я расскажу историю своего погружения туда, а это будет элемент эго-истории, истории меня самой, ну, кто я как не ходячая история, уже загнали, как всех сейчас в милицию, милиция такая контора, которая выдает теперь всякое все, всю профессуру, она бесится, с ума сходит, потихоньку, ничего, это же никого не волнует, получить справку, что мы не судим, без этого теперь ни в школе, ни в вузе, ни одного преподавателя не оформляют, просто нельзя отдать приказ, назначить, утвердить, ну, допустим, избрание, меня нельзя утвердить приказом в должности, которая занимает еще лет, заведующий кафедрой всеобщей истории, если не будет бумажки, что я не судима, как изысканно, как злобно, как ловко унижают, это что специально, у них база есть на нас на всех, господи боже мой, на просвет любого судимого, нет, пусть профессура пойдет, мне нужна справочка, что мне нужна справочка, это беспредел, ну, я, я хотел отказаться, я пришла к ректору и сказала, знаешь, я больше не могу, не помню, я ни разу туда не ходила, обходился, но сейчас университет под таким контролем, что если к приказу не пришита, это бумажка, все, ну, знаешь, давай просто, не буду я больше жить, буду ездить любить свой университет, мне есть что-нибудь в жизни делать, ну, все-таки, очень-очень, с аргументами, серьезные, давай, нашлась моя энтузиастическая дочь, которая меня повезла, сказала, что не доеду, не пойду, не найду, у меня кретинизм, как у всех гуманитарий, пишу мне два раза, я выход отсюда, мне на это привезла, сидит молодой милиционер в окошке, довольно быстро, с этими номерочками высвечиваются, но не по порядку номеров, а очень загадочно, то 300 какой-то, ты уже вздрыгнулся сейчас, нет, потом 195-й, и снова затих, в общем, хорошее такое испытание, все, все продумано, молодой парень, здравствуйте, здравствуйте, вы фамилию меняли? я говорю, тысячу лет назад, говорю, сто лет назад, вдруг он говорит, неплохо выглядел, это я не ожидала, еще и смотрит в паспорт, я говорю, я имею в виду, что я менял фамилию, еще до судимости, и он захохотал, так же весело, как вы, то есть, конечно, однозначно, никакое сословие нельзя определять, он так же весело захохотал, но все равно сказал, что, наверное, дольше месяца будет, и выдадут только мне лично, я говорю, это он почти столетний, у него может, вот дочь моя стоит, нотариально залейленную, они будут изготавливать ее месяц, выяснять, была ли басовская нотария Ивановна, под судом и следствием, есть ли у нее приводы в милицию, и так далее, так что, в общем, время тяжкое, но в нем есть все, вчера утром я приехала из Питера, я люблю этот город как-то истерический, но так, как любят все раннее, ранней любви, меня туда студенткой привез с группой студентов, обожаемый преподаватель, которого обожали так, как обожают только в 18 лет, я маме все свое говорила, как жалко, что он такой старый, а ему было к 40, как жалко, что он такой старый, а потом, когда узнала, что женат, совсем не строился, это был чудесный преподаватель, латинист, я проводила его в последний путь, я простила с ним, выдающийся человек, Андрей Числавович Казаржевский, очень известный специалист по античной литературе, он читал лекции по античной литературе, культуре, он вел у нас занятия латынию, это был, я вчера сказала питерцам, их собралось 90 человек, даже чуть больше, зал на 90, но были стоячие, то есть Питер отнесся ко мне удивительно, так как я к нему, я говорю, вот она вся тут, а накануне вечером едва от Сапсанева, 4 часа от Сапсанева, и в филармонию, там каждый третий со мной здоровался, а работаем все тут, одна бомбочка, и питерская интеллигенция очень сильно будет прорежена, не дай бог, все свои в этой филармонии, заместитель директора, любезно предложил мне выступить в малом зале питерской филармонии, там Иракли Андроников часто выступал с устными рассказами, считая это огромной честью, непременно сгоняя у них выступ, если все будет нормально, и я увидев их лица, 90 человек это много, и выражения лица, зная где и как мы живем, что я только что за справочкой ездила, говорю, ведь все-таки жизнь продолжается, если почти 100 человек в этот момент непременно хотят про Микеланджело, а разговор был Микеланджело, человеческое и божественное, в личности Микеланджело. Это лекция, которой я очень довольна, я ее недавно сотворила, как русский, это мой взгляд, я читала ее в Пушкинском, в зале копии Микеланджело, вокруг были копии, и когда я сказала, вот он Моисей, и все повернулись, и хоть и копия, смотрите, что с ним, я тут и не понимал Моисея, для гробницы, почему, вот этот яростный, этот какой-то страстный, и там вот стало понятно, когда я много чего знаю, уже понял, он прижимает эти скрижалики, и смотрит на людей, вы что? Вот и все, это Микеланджело, люди, вы что? Ведь все понятно, все так просто, не убивать, не делая ближнего плохого, который ты не хотел бы, чтобы сделали тебе, и так далее, вы что? у него волосы практически дыбом, это уже зрелый Микеландж, но, конечно, его супергениальность, это пиета, 22 года создать пиету, это противоестественно, это, конечно, время такой великой гениальности, необыкновенной, которую он нес к концу жизни, а он прожил почти 80 лет, нес даже за 80, все ушли в звезды возрождения, а он с нас оден. И вот уже зрелый, и вот это пиета 22 года, это, конечно, противоестественно, ну и росли сестер, сестер, как правило, потом сгоняла в Эрмитаж, наутро, тропами провела родными, которыми Андрей Числавович показал эти тропы, как кратчайшим путем, не обходя, как по плану весь Эрмитаж, попасть прямо к Леонардо и сказать здравствуй, Мадонне Лидии, моя это Мадонна Лидия, лично моя собственность, посмотрите ей в глаза, постоять, и как-то уже жить можно, так что мы живы, а вам вот со средними веками захотелось разобраться, а вдруг разберемся. Просто у меня очень сильное впечатление, и простите, не могла не поделиться. Я посвятила эту лекцию Андрею Числавовичу, его назначили куратором нашей группы на первом курсе, только поступили, вчера школьники. Здравствуйте, я ваш куратор, это от тасинского глагола курера, значит заботится. О, куратор это у нас, ну от КГБ, куратор, а куратор это заботится, я буду вас заботиться. Открутите тетрадочки, возьмите ручки. Первое. Вы идете на Никитскую, в большой зал консерватории, там сейчас продаются абонементы на весь сезон, дешевые, рубли 20. Абонементы на 20. Берете и весь сезон 6-7 концертов, это все, это уже у вас начинается другая жизнь, культурных, интеллектуальных, возвышенных людей. Записать, так записать. Книги в такой книжной, в такой, тогда не так, как сейчас. Ну сейчас тоже гора вакулатуры, надо знать, где что покупать, все, научил. Теперь вино, мы замернем. Вы студенты, у вас непременно будут вечеринки. Не пейте всякую дрянь. Нельзя покупать портвейн, такой-то, такой-то, такой-то он подчислен. Можно покупать, запишите. Не знаете, то грузинские были и лучшие молдавские тогда вина. Вот это можно. Нельзя там что-то еще, что-то еще. Я буду вас сводить, но он меня свозил в Питер. И он открыл мне этот город. Город, в котором он знал каждый проходной двор. Это была не экскурсия. Это было что-то. После Питера я рыдал, почему он такой старший. Ох, если он был помоложе, я бы был бы выбор. Возможно, с ним вовсе невозможно было бы дом. Это же идеализированная любовь возвышенная. Моя бабушка много-много лет спустя, после смерти, институт благородных девиц, она заканчила. Нашли ее письма, ей писал ее учитель истории, а она ему. Это та самая тоже была брутоническая высокая любовь. Стихи он ей присылал по-латыни. Ужас какой. Как чувствуешь иногда свое ничтожество. Одна из причин ужасного одиночества Микеланджело в той великолепной среде, в которой он оказался во Флоренции, при Флоренции великолепном, взятой в его дом, он не владел латынью. А эти пылкие поклонники античности, ранние гуманисты, и ранее это уже зрелый гуманизм, они говорили в своей среде по-латыни, а он не мог. У него было бы с грубыми ошибками, потому что грамматическая школа и то он не закончил. Мне нравились суффиксы, он в тетрадке рисовал. Вот и все. Теперь мы пришли к сведениям. Ничего, что я так отключилась, отъехала, но я просто поделилась чем-то очень-очень важным. И так хорошо отнеслись к левце. Ой, это просто девочка встает, девочка, много молодых. Наталья Ивановна, я купила вам в русском музее платочек, расписанный там в духе Серебряного века. И вот на весь зал этот платочек, маленький шейный платочек, я не знаю, я мужался, дабы не разрыдаться. Ну, ничего, я сразу спустил на землю, позвонил внук из Москвы, который все перепутал, забыл ключи, посидит под дождем, с насморком простужается, что мне делать? А я в Питере. Ну, это же, это же ужас. Что мне делать? Ключи не забывать. Я все устроила. Он меня быстро на землю, после Сикстинской копало, оттуда прям брек. Торговый центр закрывается, я сижу в торговом центре, жду, а мама в командировке. Вот-вот должна появиться из аэропорта, ее там встречает, а вот он сидит. А торговый центр закрывается. Устроила. Ой, это было с фашистами. И так я посвятила свою большую и лучшую в смысле возможностей интеллектуальных, физических усилий памяти. Большой кусок своей жизни посвятила именно историю средних веков. О чем это говорит? Что за мотивация такая? Мы знаем, что века средними не бывают. Века все по сто лет. А то, что мелкие, крупные, средние, но эти называются средние. Меди и Эйви. Пишется Аэви. Средние века. Это гуманисты. Те самые Тольятский. В 15 веке. Во второй половине 15 родился в 1475 Микелланджио, но это чуть раньше. Уже вспышка гуманистических идей, философства и прочего. Они назвались века средними, потому что все устремления их духа были обращены в античность. К Древней Греции и уже в меньшей степени Рима, но в Греции сияющая точка 5 век до новой эры. Высшая точка античности. У нашего человечества высшие точки очень интересны. Это Ивек Перикла, который был первым стратегом. Дети в школе запоминают, что он был царем, потому что в школе учебники пишут правление Перикла. Безграмотность чужая. Ну ладно, высший авторитет. Поклонник демократии страстной. Но когда понадобилось исключение из законов для жены Аспави и старшего сына, он уговорил сделать исключение. А уговорить он мог кого угодно, на что угодно. И все-таки демократия, высшая точка, золотой Вик Перикла, его лучший друг Фидий, в его доме собираются аноксагоры и прочие страшно говорить, Сократ захаживает. Это момент высшей точки вот этого золотого века, творения Фидия, Парфенон и Тина Каликрата, чудеса. И они же этот же век, ну пусть смерть перенит, суп над Сократом и кастин. Не так думал. Больше ничего. отважно сражался за Родину, блестящий воин, мужественный, сильный, а в ряду жизнь спас в сражении будущему знаменитому полководцу и тоже авторитетнейшему политику. Это и Перикл, и Фидий, и суд над Сократом, и Каза. И все-таки это сияющая точка. А после нее что-то такое-то темно, когда гуманисты оглянулись. Сначала великое переселение народов, германцы, потом ужас, хуже германцев еще лунны, какие-то кошмары, тьма, невежество, мрак, и засилие церковной догмы из 13 века инквизиция. И так тысячу лет. ибо условные веки, которые наметили конечно уже историки, вот они сказали средние века, точнее срединный век, первоначальном медиум эвум, срединный век, а на самом деле тысячи лет, образ бога века, между концом Рима и взлетом их ой, ребята, мы очнулся, а в серединке то что? Они так стали вглядываться, ужас, что-то мрачное, тяжелое, унылое, видев нет, а там где искусство есть, оно все только в церкви, и под ее строжайшим контролем, конечно, не идеальным, но им так виделось. И вот это срединный век между двумя взлетами духа и культуры, и красоты, между красотой Афин V века, Золотой век Перикла, и между красотой Дантовской, Микеланджеловской, Леонардовской, эпохи Ботичелли, они все одновременно по одним улицам бродили, еще ссорились подчасы, Леонардов, Микеланджело очень конфликтовали. Ну, еще бы, Божественный Леонард, друзья, возьми, да скажи, у Микеланджело это не живопись, это рисованная скульптура, такой не прощается, лишь не прощается, это рисованная скульптура сотворения мира. Ну, он прямо не говорил, что Леонардо чем-нибудь плохо, но ссорились они отчаянно. И вот между такими как выглядели на первый взгляд, на взгляд гуманистов средние века, примерно как в советском учебнике истории. Я хорошо помню, сейчас они чуть улучшились, не сильно, но улучшились, там меньше производительных сил. в советском учебнике истории средние века вы видели так. Вот дети ушли на каникулы, пал западная Римская империя, ну, они не очень переживают, им в лагерь надо нехти отдыхать, ну, пало там что-то и пало, что-то закрылось. Потом веселые школьные каникулы приходят, а им оууууу средние века. И в целом нет. В этой картине правды много. Мрачные века их называют, темные века, инквизиция оууу, она 20-х века, но все равно оууууу. Я, когда студентов в советское время спрашивал первокурстиков, вчера школьники, Какие у вас образы встают? Средние века. Они говорят, идут в таких капюшонах с крестами и жгут. Кто-то остался от чудом, а так, в общем, жгут. Костры. Костры обязательно. На самом деле историки спорят. Великий инквизитор Испании Торпримана в 16 веке, он подписал 18 тысяч смертных приговоров или 20. Спор важный. В истории важно все, но порядок тем. А многому говорят. Так что, я говорю, в этой картине что-то было. Особенно ничего больше они не поняли. А потом самые боевые говорили рыцарский турнир. Причем не рыцарь в его естественном, нормальном воплощении воин, крестовый поход, допустим. Нет, рыцарский турнир. Ну это красиво, это Вальтер Скотт, это, допустим, Венга и так далее. Ну вот и все. Да, еще болезни, эпидемии, чума. Правда? Правда? Они не знали. Забыты были гиппократы, образно говоря, склепии. Забыта была богиня Гегеея. Видите, они очень интуитивно, греки подбирались к пониманию природы человеческих болезней. Не успели. А когда спрашиваешь про древний мир, тогда детей тоже. А древний мир это что? Ова! Голупое красивое небо, солнце, и все ходят в белых пустынях. Вот и примерно такие картинки. А потом решили всех сжечь. Так что же это такое было? Ходили в белых пустынях, образно говоря, веселились, в сандалиях, плавали в бассейнах, обожали бани, термы, строили блистательные мосты, обведуки, водостоки. Чудеса цивилизации. Потом резко отечали, разучились читать, писать. В Риме умели, в Греции, в античной, ну в Афинах, почти все. Были бюллетени нацарапанные, астраконы до нас дошли, избирательные бюллетени. Процарапанные. Видно, что иногда это рука неграмотного, благограмотного человека. Но он знает, как написать. А время-то вообще на стенах Помпеи написано примерно то, что в наших подъездах подчас, в лифтах. А гладиаторская школа, раскопали в копыль, знаменитую гладиаторскую школу, из которой совершил побег Спартак. И потом понял восстание. Там, на стенах, они сказали, что они думают о римлянах. Только платы. Суть выражений ровно такая же. Итак, наступили какие-то таинственные средние века. Долго споря и обсуждая, как определить их все-таки построже. Не просто вот так. Там красиво. И эпоха Возрождения красиво. А посредине черт-тих жгут. Как уйти от этого обывательского, наполнить неким содержанием, пытались наполнять многие. Начиная с конца XVIII века, шли большие споры. Нет, середина XVIII века. Знаменитые споры германистов и романистов, историков. Что такое средние века? И почему они были вот такими, и как это объяснить? Видите, сначала подались просто насморти. Что это просто изуродованная цивилизация Рима. Романский элемент, а декалину постепенно оккультурился. Другая ветвь германисты. Да Рим погиб, захлебнулся в собственном разврате. И тоже верно. И тоже верно. Развращенность, каллигулы, например. Это плоды дикой вседозволенности. Мне можно все. Я божественный. Были и умные среди императоров. Ну, например, Демциан, по-моему. Нет, Беспасиан. Из крестьян. Стали в ревина. Из крестьян докарабкался до императора. Через дядю там, через службу в войске. Умирая, он сказал. Крестьяне. С крестьянским умом. Мне кажется, я становлюсь Богом. Потому что его божествляли после смерти. Но был дикарь Каллигул и, допустим, дикарь Нерон. Нерон дикарь с интеллектуальными наклонностями. Артистическими. Как бы артист умирает. Как он любил свои стихи, свои песни. Как он занимался пиаром. Много без самолетов и комбайнов. Доступны имеем усредства. А Каллигулу выходил голым на арену бороться. Можно. Мне можно все. Сказал, что его конь умнее многих сенаторов. И он будет участвовать в заседаниях сената. Потому что он поумнее вас, дураков. Ну, распад, конечно. Конечно, распад. Отступление от собственных богов. От собственной религии. От собственных каких-то нормативов. Когда-то римская доблесть. Такое совокупное понятие виртус. Совокупность доблести. Виртус нельзя перевести на русский язык. Формальное достоинство. Но неформальное, это что-то большее. Это совокупность благородных качеств. Отступили от этого всего. Распались, разложились. Тут пришли германцы. И другая часть историков говорят. Да, диковатые. Да, в шкурах. Что да, то да. И хранили законы. И такие наивные. Там что-то детское. Такое грубо детское поступает. Но зато они вытолкали рим из того тупика, в котором взошло. И здесь доля правды. И они определили лицо Европы. Потом остановились очень разумно на идее синтеза, что эти два мира соединились и прородили в Средневековье. Но выглядело оно вот так как-то. Почему я винулся на кафедру истории Средних веков? В очень советское время. Пережив вполне советское воспитание. Общественное и подпорченное домашнее. Подпорченное. Мама ничего не могла сделать со своим образованием. Своим интеллектом у нее прорывался. Папа у меня из крестьян, подновосковных. Был удивительный человек. Благороднейший в традициях русского офицера. Он все воюет. Первый отня до последнего. И уцелел чуть-чуть. Ваня, помню я с детства. Я согласен. Сталин очень умный человек. Это над газетой. Но согласись. Помню этот разговор. Что писать. Что он отец всех народов. Это как-то неприлично. Перестань. При ребенке. Перестань. Ну что это? Как отец всех народов. Вот идея размножения. Как подпорчика. И она умела вот какое-то сомнение в этих всех девизах и лозунгах. Заранить. Но в целом очень советская девушка. Я хотел заниматься русской историей. Что тоже очень нормально. Своя родная история. Своя родная история. Его был любимое время. 17 век. Он загадочен и сейчас. Знаменитое смутное время. Начало 17 века. Ну в общем вот этот 16-й, 17-й. Ой. Я поверила. Что Степан Разин благородный народный герой. Нормальный бандит. Как мы сейчас скажем. Разбойник. Грабитель. Ну тоже занятие. В те эпохи вполне такое широко распространенное. Я верил, что он герой. Я играла в историю с подругой. Мы моделировали. А что было бы, если бы Разин победил. Или Пугачев. Вот победили. Я еще просто не знала. Даже учили ускорежно. Стал бы точно таким же. А то еще и хуже. Потому что его преемники-то точно. В Китае много раз. В средневековом Китае. На престол садились народные предводители. Как они быстро. Просто молниеносно. Переворачивались. Объявлялась новая династия. И основоположник. Народный герой. Красота. Все. В течение его жизни уже все. Быстро, быстро. Он такой же. Я этого не понимаю. Но хотел заниматься русской историей. Но столкнулась с таким воспевательством. Вот тут я не буду имен приводить. Это люди известные. Которые преподавали. Таким вскрикам сколь прекрасно все, что было в русской истории. А у меня уже были сомнения. Восторженные. Восторженные. Надо было только говорить. Ах! Русская летопись. Ой! А по-моему, корявые. Очень корявые. Ну, узновато мы все это освоили. И я поняла. А все остальное идеологизировано. Страшно. Была группа. Мы делились потом по кафедрам. Кто на какую кафедру. Ребята, особенно после армии, шли на кафедру истории КПСС. Была прямая дорога в партийную работу. А мы называли эту группу Дубовой Рощи. Тверко. Он у нас где? А, он в Дубовой Рощи. Многочисленная Дубовая Роща. И чувствую, надо куда-то отползать. Очень нравились преподаватели древности, как они были занятия. Но какой-то... Теперь я знаю, что свойственный древникам профессиональный снобизм подчеркнутый. Мы каста. И мизинец только так. Он, по-моему, у них не сгибается. И сегодня не сгибается. У моих коллег, они с мужчинами, очень туго сгибается мизинец. Мы особи. Мы... Почему-то мне это не нравилось. Хотя меня звали достойные люди из авкафедры Древнего Востока. Авдеев профессор, который получил три раза, по-моему, сталинскую премию за свой учебник. Где очень много производительных сил, и почти не от фараонов. Ну, они же тираны, все фараоны. Ну, в общем, почувствовать, неладная, не пошла. И тут хорошо знала английский. Потому что мои родители не понимали, мама не понимала, как это не будет домашний учитель иностранного языка. Но это же нельзя. Поэтому был домашний учитель. Поэтому я знала его по-другому. Поэтому мы... Поэтому потом могла в Америке преподавать. Хотя не без труда. Потому что... I speak English. Вот Америка. Мне приходилось много... Мужик из Чикаго хлопнул меня по обнаженному плечу, жарил... Да, я! И заговорил. На техасском речи ничего не понимал. И так и получилось. Как-то я увидела медиаистов из Тваковских. Таких сейчас больше нет. Очень достойными. Такими сдержанными, умными, интеллектуальными. Вот и все. Весь выбор. А потом уже выяснилось. Как это интересно. Что ж такое эти средние века. У меня тут звонит дальняя родственница. Моей сестре. Который слушает, говорит. По папиной линии много. Чудной деревенской родни. Они хорошие люди очень. Но очень далекие по занятиям. Видела Наташу по телевизору. Только что было один раз, когда он на передаче. У Архангельского. Мне кажется, я это быстро выключил. Там написали, что она профессор. И кто-то на мэ. Мэ, мэ. Это кто она? Ну вот этот медиаевист. В советское время стоило сказать, что я медиаевист. Это звучало. Я их теозапр. Позвольте представиться. Столь же сенсационно. Вот и глянулись мне эти медиаевисты. Так что ж такое средние века? Я выработал за годы своей работы несколько пунктов, которые, на мой взгляд, глубоко объясняют эту эпоху со всеми ее и плюсами, и минусами. Что такое в истории плюсы и минусы? Со всеми ее свойствами и чертами. Я сейчас предложу их вам. Это мои собственные размышлизмы и измышлизмы. Плод долгой работы, чтения многих. Я прочла больше 30 хроник на разных языках. Больше всего на латыни. Я прочла немереное количество деловых документов, папских писем, королевских указов и писем. То есть, воздухом их текстов, их мышления, я в какой-то мере подышал. И это дает мне, видимо, основания смело предложить то, что я называю условно знаками, под которыми родилось в Западной Европе в Средневековье. Само по себе соединение двух миров это уже это уже слух сшибательно. Мир Рима и мир диких германцев. Но есть, по-моему, некие знаки, под которыми рождается та или иная эпоха. Перелом, у переломных эпох это очень применимо к нам. Каждый преломит сам. Итак, на мой взгляд, вот что было, вот что может объяснить Средневековье. Первый пункт. Всеобщая и резкая, довольно быстрая, аграризация европейского мира. в конце Рима это не была аграрная, это не было аграрное пространство. Изумительные римские дороги. По ним коммуникации быстрые, как перемещались римляне по своим восхитительным дорогам. Это диву даешься. Торговля, торговля морская. Появились банки, кредиты. Все Рима не придумали. Банки, кредиты, проценты, обмен валютой. Это был очень подвижный, очень денежный мир. Не напрасно великий немецкий историк среди XX века Теодор Момзен писал о римском капитализме. Несколько, конечно, окрубляет, но у него были основания. И вот на смену всему этому приходит аграрный мир. Пришли германцы, они давно уже бродили по границе у Рима. Сунутся, отпор получат, откатываются. Опять сунутся, им землю надо. Они уже не кочевники, как гунны, которые придут из глубины Монголии. Им не хватает земли. Они хотят осесть, почему в хорошем месте. все поделить и пахать. Отлично. И это на смену Риму. Я тут делаю передачу об армонархе короле Остготов. Остгот, он похоронен на высоком берегу Днепра, этот армонарх. Его вообще при Днестре, при Черноморье, это были его. Он завоевал очень много. Говорят даже иногда империю королевского монарха. Но потом их гунны покорили, потом гунны откатили, Остготы снова взбодрились и побрели на восток. Ой, простите, на запад с Поднепровья. Похоронен он на Днепре, а его преемники пошли на запад. И где осели? В Северной Италии. Нет. на восток они, простите, пошли на восток. В Северной Италии. В Испании есть годы. Это другая ветвь. Выбрали местечко-то замечательное. И там королевство Теодориха, первого великий Остготский правитель, и так далее, и так далее. Потом аргабарды. В общем, на смену римской подвижности и прежде всего денежной подвижности. Деньги они любили, деньги они умели сдирать с других, платить, когда им надо было, кому надо было, купить всякого почти, они знали, можно. Роль денег была велика. И вот пришел этот аграрный мир, который все поделил и осел. Это всем другая жизнь, это уже стиль совершенно другой. Былые огромные поместья, былые города превращаются в деревни. На разваливающихся стенах городов сушится белье, там, где была центральная площадь, образовалась какая-нибудь яма, натекло с дождей, не ремонтируют улицу, улиц нет больше, там хрюкают свиньи в бывшем центре римского города. Мир стал аграрным, как в советское время любил Ленин. Плюс электрификации всей страны, да? Вот там была аграризация всего региона. Это не страна, это одно из крыльев Римской империи, западное крыло, на востоке другая часть, с центром Константинопия, в будущем Византии. Это первый знак. Под знаком аграризации, разрыва коммуникации, прекращения подвижности, изменения временного ослабления роли денег в их денежном выражении, богатством становятся другие вещи. Второй знак, который мне кажется чрезвычайно важен. Средневековье рождается под знаком апокалипсиса. Конца света. для них кто писал в то время и сложно чувствовал римлянию? Германцы не представлены, но про гумов вообще говорить не будет. Как Аммиан Марцелин, последний великий римский историк 4 века, пишет о гумах. О, невиданный до доли рот людей скатился как снежный ком с гор. Они одеваются в шкуры, они никогда не моются, они проводят жизнь на своих низкорослых лошадях, на которых сидя иногда по-женски они делают все. Вы меня поняли? Каково это римлянину, когда он прям на лошади делает все. И Аммиан Трипыхай Сатурза пишет, что их любимое блюдо это куски мяса, которые они готовят, просто разогревают между своими ляжками и лошадью. Тот просаливает это мясо, оно плеет, он его вынимает оттуда и ест. Вообще быть римлянином в то время, вот читаешь Марцелина, Боэция, Страж, они все это видели. Итак, второе, для них, для римлян наступил конец света. Цивилизация рождается под знаком не теоретического конца света, а практического. Потому что конец римского мира, для них конец жизни, конец цивилизации, они в чем-то правы. В наши времена вспоминать это страшно, но очень поучительно. Уж не уж люди не сомневались, что все кончено на этой земле. Конечно, не сомневались, что все кончено. И некоторые поколения потом плавно стали переливаться, привыкая, мы так устроили. И придет снова просвещение, но не быстро, не вдруг. Итак, знак апокалипсиса. Еще под знаком я бы назвала это так соединение несоединимого. Масло с водой. Изысканный рим с паштетом из славянных язычков, к примеру. Это гибель. Вот эти они завели портеты из славянных язычков, это значит им конец. Это неминучая гибель. Это чем это лучше, чем мясо между ляжками и крупом лошади? Да ничем. Но им кажется, что это совершенно разные вещи. Итак, знак апокалипсиса. Люди этой эпохи долго, до середины 11 века считали, что вот он апокалипсис уже случился, когда рим погибал. Потом они пожили-пожили, церковь учила не грешить, они все грешили, и на тысячный год был официально назначен конец света. дата. Тоже весело. Мы знаем, что конец нашего света может наступить мгновенно, но дату нам все-таки пока еще не назначали. Очень не хотелось бы, чтобы дата была. И я с трудом представляю, как это люди жили, когда им дату назначили. Тысячный год по установившемуся уже лет исчислению от Рождества Христова. Отчисление яковья началось по согласию историков в 476 году, 5 век, 2 половина, когда был сверкл последний римский император. По иронии судьбы его звали Рома, мальчишка, безвластный пацан. Его скинули, даже убивать не стали. Даже неохота было его убивать, настолько он никто. Адаакр, дикарь, германец. Он был у него на службе, этим иностранным рабочим. Работал, поработал, смел его с престола и объявил себя королем Италии. Он не хотел быть римским императором. Знаки императорские отправил туда, на восток, в Бизантии. А потом в 1000 году, пройдет большое время, вдруг церковь объявляет. По нашим расчетам, подсчетам, ну, помните, недавно на нас летела какая-то комета? Комета? Или что-то в этом роде. Как называли? Не комета, а какой-то этот? Метеорит. Ну, небесное тело. Чистый фильм Армагеддон американский. Обещали, что вот-вот прилетит, говорили, что расчеты еще не точные, но очень близко, очень близко. Я думаю, ну, началось, сейчас назначат. Кто-то, ведьмач, ну, сырок сказали, ой, прилетели. Мы сказали, да, ничего не знали. Просто нет такой властной силы. Церковь христианская была единственным институтом, который уцелел в эпоху великого переселения народов, когда не все германцы, гунны туда, сюда, обратно. Все погибло. Нет римского сената, нет римских императоров, нет системы римских магистратур. Это сложнейшая система прохождения должностей. Нет народных собраний, как органы решительного, ну, никаких народных трибунов. Последним настоящим были братья-грабки, это второй век до новой эры. Чего нет? А вот церковь уцелела. Почему? Люди верующие скажут, Бог спас, возможно, он участвовал. Недавно слушал передачу о Генрихе Гейне, который очень мучительно умирал, тяжело болеет, сравнительно молодым, почти неподвижным. И вот, зная, что умирает, он сказал, надеюсь, Бог меня простит. Грехи есть у всех, ведь это его работа. Участие Бога здесь возможно, но более реальные вещи таковы. К моменту развала Рима христианская церковь была молодой организацией. Вот только-только Константин ей дозволил быть в четвертом веке. Мы все знаем, что церковь это организация, институция, институт, общественный институт, государственный и негосударственный, наш все хочет слиться с государством, но не надо. Это отдельный институт. Мы все знаем, что любой институт, любая организация переживает, как и человек, зарождение, становление, расцвет, а потом начинает клониться как-то вниз. Какие-то кризисы, какая-то усталость металла, но обязательно. И вот Сенат обветшал, ну уже лучше чем записали туда, что говорить, авторитета нет. Сенат обветшал, народные собрания не соберешь. Какое народное собрание, когда это огромный регион? Это в Афинах каждые 10 дней люди топали на собраниях. И то им было тяжело отрываться от хозяйства. А тут нет, только разговор, все выродилось. А христианская церковь была молодой, только что вышедшая из подполья организации. Она пережила катакомбный период. Они вышли из катакомбы, они истинно верующие, епископ у них это просто староста. Потом он такой будет важный, и перстень у него на руке надо целовать. лилой моего любимого цвета с епископом несвязанным. А так это просто пастырь, пастух, староста, деньги, общины, ну и так далее. Это здоровая организация. И когда в таком хаосе выживает только она одна, и когда огромная часть населения перестала быть грамотной, а превратилась в диких невежд писать уже почти никто не умеет. Это для церкви важный момент. Принц с благими намеренами, но потом со всякими. Она берет эти души этих людей в такой нежный, но прочный кулачок. я думаю, я читала произведения ранних пасты христианских, ничего в них плохого нет. Большинство это очень искренняя радость, что вот люди уверовали наконец-то в добрые христианские идеи, теперь они станут много лучше, да-да-да, обязательно. Теперь все будет хорошо, мы научим их церковь боролась с кулачным правом, которое царило. Суда нет, законов нет. В общем, она заняла совершенно особенное место. Кроме того, христианская церковь раннего средневековья это место всей культурной жизни. Там все. И питерская филармония, орган, пение, красивое, там живопись, там скульптура, там даже театр. Крестный ход, театральные действия, это театр. И она крепко держит людей в руках. А в тысячном году объявила конец света. Почему? Много появилось колеблющихся. Вредоносное образование, которое начало шагать по Европе. Появились университеты, вот как и сейчас они раздражали. Болонская профессура, оксфордский профессор Виклев, здрасте. Кратно он на костер не хотел и не попал. Написал, что не надо говорить, что во время причастия мы прямо пьем лично кровь Христа и поедаем кусочки его тела. Это как-то варварски. На самом деле это символически. Ему говорит, костер видел? Своей символически. Вот аккуратно пишет. Но за него заступили светские власти, которому очень нравились его предреформационные идеи, что церковь не должна быть богатой. Не должна. А это не должна. Мы тогда кое-чего заберем. Люди есть люди. И в тысячном году вели конец света. Это было что-то страшное. Люди стали готовиться. Мы знаем на примере одного юного германского императора Атона Третьего. Он умер от нервного истощения. Сегодня мы сказали бы юноша все готовился к этому дню. Готовился, ползал на кладбище, раскапывал могилу Карна Великого, понять тайну смерти, представляю, что он там увидел. Ужас. И вот год кончился, а конец света не наступил. И юноша зачах и умер. Впал в хроническую меланколию. Сегодня определили нервное истощение. Вот это средние века. знак апокалипсиса, с которым они живут от первого момента. Там граница прорвана, здесь прорвана. Дикари вынуждены нанять на службу договориться. Ладно, вы переходите Дунай. Они пустили за Дунай. Вестгота в частности. Это римский лимис, это такая пограничная полоса, граница. Ну не могут сдержать. Давайте, переходите Дунай, но там других не пустите. Будете держать. Но они беженцы тоже. Они давят следующие. Ой, что это? Ну да, тоже беженцы. Они бегут от других завоевателей. то есть все начинается с этого страшного хаоса, к которому идея конца света, тем более под руководством бесконечно укрепившейся церкви, ведь только там посвящение, только там уцелели книги, у нее авторитет реальный есть. И они говорят, что да, в тысячу году наступит. Зачем? Им показалось, что вот эти появляются шатающие суммы, они стали появляться. Надо их приструнить. Целый год пугали народ концом света. Год миновал, конец света не наступил, но тысячи людей ползали на кладбище, отбивали себя заживо, как их научили. Ведь нет, наверное, человека, который скажет, я абсолютно бескрешен, а в церкви на стенах, в резких росписях, сковороды, котлы, ужасные муки грешников. Страшно. Вот в этом подзнаком апокалипсиса и жило средневековье. Всегда. Потом раннее новое время, возрождение, реформация, реформа церкви. Как-то умы высвободились, перестали так твердо верить в конец света. И на какое-то время средневековье было страшно непопулярно в Европе. Ни романы про средние века, невозможен был Дреон раньше, чем он появился. Это не было интересно, ни Дреон, ни Рюма. Это врач, левлины от него отшатнулись, наступило какое-то после возрождения. Такое легкое барокко, весело, изящно, манеризм, тюэль-ри, не понимая, что конец света в Лизе, только другой в форме революции. Революция и гражданская война и есть всегда очередной конец света. Но они этого не понимали. А все тысячи лет святей вековья прошли под знаком апокалипсиса, под которым родилась эта эпоха, которая верила, боялась, настораживалась, а вырвалась только когда эпоха истощилась. Это знак апокалипсиса. И последнее, вот я уже упомянула, теперь чуть подробнее. Соединение несоединимого. Есть в Средневековье западноевропейских некая тайна, которую я так и не разгадал. Не могу ответить определенно. Я вижу, как многие, замечательная французская школа аналов, что они соединились с эти миры дикарей-варваров и изощренного Рима. Из этого сплава родилось вот это странное. Но вообще-то они, по идее, не могут соединяться. Что-то должно было полностью исчезнуть. Тем не менее, они соединились. Это особенно хорошо видно на наиболее разработанной истории Франции. Там к приходу взаимодателей германцев франков, ко времени их прихода пятый век. Уже был такой слой людей, галло-римляне. Это верхушка кельтская место населения были галлы, которых Цезарь покорил в первом веке до новой эры. Они вступали в браки, вожди с римлянами, девушек отдавали римлянам и так далее. И уже образовался такой слой. Вчерашние дикари галлы, кельты, но германцы еще более дикие, кельты были на пороге цивилизации. Цезарь помешал, образно говоря. И они стали сплавляться, они стали сращиваться. Галлы уже говорили, вот галлы римской знать, знали латынь, получали образование. То есть они как-то соединились. Не несоединимое стало соединяться. Потом сверху еще слой дикарей и германцев. Как нарочно наступило в этот момент великого произведения народов сильное похолодание, бывшие римляне надели штаны и просто замерзли. Римлянин в штанах настоящий ходить не может. Так же, как иметь бороду. Это уже не римлянин. А позднее искусство показывает и бороды появились, и штаны появились. Миры стали срастаться. А когда срастается высокая и утонченная, хотя не без ущерба цивилизация, и мир дикости, кто сильный? Дикость. сквозь нее потом медленно к эпохе возрождения снова пробивается цивилизация. Итак, в строго научном смысле слова медиеви или точнее медиум эвум этот срединный век это ужасно большое историческое время, примерно тысячи лет, концом средневековья договорились условно, но за всеми условными границами есть реальность. Договорились условно считать первое путешествие Колумба 1492 год. Мир изменился. Когда Колумб открыл что-то, сам не знает что-то, сначала думал, что он в Китае, потом он думал, что он в Индии, потом назвали это и Вест-Индии, ну в общем мы знаем, но мир изменился. Это уже начало нового времени. Так вот тысяча лет цивилизации, которая делась под этими устрашающими знаками. Распада великой культуры, торжества, варварства и дикости, невежество, которое накрыло их всех. Люди перестали читать и писать. Один из поздних, ой, тоже Амян Марцелин пишет, про Рим четвертого века, город Рим, столицу. Люди теперь не собираются для интеллектуальных штудий, дискуссии они любили, для философствования. Это считается скукой. В моде скоморохи плесуны и жонглеры. Это варваризация Рима изнутри. Тотальная варваризация и тотальная варваризация, которая идет изнутри, от головы каллигулы и т.д. И дальше он пишет, библиотеки пустынные, закрыты и напоминают мне гробницы. Мы живем в страшное время, безусловно переходное. Кто знает от чего к чему, мы точно не знаем. Но взгляд в прошлое это не просто развлечение, раздумья, вспомним интересное. Это очень строгий анализ того, а как человечество судьба наша, события наши уникальны или отражают что-то общее. Нет, они, конечно, глобальны. И срединный век очень яркий пример того, как казалось, погибло все. Все. В этом не сомневались индивидуалы Римы. И как из-за этого погибшего всего, все равно начинает прорастать что-то новое, путанное, с христианскими идеями, что совсем не дурно, только следовать им очень тяжело, а идеи-то хороши. Тогда пытаются заставить. В советское время я считаю один из главнейших девизов дур сталинской эпохи. «Будешь у меня счастливым, скотина!» Меня так воспитывают. Всякий, кто не хочет писать про коммунист «Господи, Есенина, запретили!» Ну это что? Городцов сказал, задрав штаны бежать за комсомолом, но недостаточно высоко задрал и недостаточно далеко добежал. Так что вот все эти ужасы совмещенности, несовмещенности это явление неодноразовое, не уникальное. На примере, на модели срединного века очень хорошо видно, как трудно, как мучительно пробиваться человечеству через собственные трагедии, заблуждения, иллюзий, ошибки и сохранять что-то лучшее. Но это столько раз уже было, просто на примере этого века я это знаю лучше, это столько раз уже было, что какая-то надежда на то, что трансформируется, разламывается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok